Ребята, всем привет! Очень рада видеть вас на моём канале. И сегодня у нас с вами наконец-то долгожданное видео, которое вы просили снять неизвестно сколько времени. Наконец-то я это делаю, и сегодня я вам покажу всю мою коллекцию по Гарри Поттеру, которая у меня есть. А вы когда-нибудь хотели узнать свой факультет Хогвартса? С помощью моей волшебной распределяющей свечи сделать это проще простого. Достаточно зажечь свечу и подождать, пока она расплавится, а затем достать свёрток. В нём ты найдёшь пин с мантией, на которой изображён твой факультет. Такой пин можно прикрепить куда угодно и носить с собой. Также можно выбрать свечу не с пином, а с брошью факультета. На ней даже есть гравировка волшебного мира Гарри Поттера. Какой же факультет тебе попадётся? Гриффиндор, Слизерин, Пуффинду или Коктовра? Ну а если ты уже знаешь свой факультет, у меня для тебя есть другая магическая свеча. Её также нужно зажечь, подождать и достать свёрток. В нём тебя будет ждать сюрприз украшений. Например, здесь мне попался медальон Хогвартс. А также может попасться лань Северуса Снэйпа или очки Гарри Поттера. Украшение сюрприз уже ждёт тебя в волшебной свече. Заказать эти свечи можно в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании. На самом деле у меня не такая большая коллекция Гарри Поттера, как всем кажется. У меня только вот этот вот шкаф. Весь от пола... Ну не от пола, даже на полу там уже стоят вообще другие фигурки, да, из других фандомов. Вот эти вот несколько полок и самый верхний, где стоит большой лего Хогвартс. Мы как раз сейчас туда полезем. Надеюсь, это будет очень удачно. Куда ты лезешь? Куда? А ещё у меня, конечно же, есть вот такая вот мантия Гриффиндора, в которой вы меня уже могли видеть несколько раз, точнее, много раз. Мантия с нашивкой, с галстуком. Если что, это всё заказано с файл Переса. Стоило, не знаю, полторы тысячи рублей, может быть. Просто мне надо было очень-очень срочно, так-то я вообще бы с Алика бы заказала. Поэтому если вдруг вам что-то надо, то посмотрите, это лучше на Алиэкспрессе. И ещё у меня есть палочка. У меня есть вот такая палочка. Это палочка не Северуса Снейпа, к сожалению. Это палочка Джинни Уизли. Палочка эта прошла огонь, воду и медные трубы примерно, где она только не побывала. Палочка, скорее всего, тоже с Алиэкспрессом, мне её подарили. Это не какая-то суперколлекционная палочка, которая в этих коробочках продаётся за миллион денег. Нет, скорее всего, это просто палочка с Алика за 150 рублей. Серия должна сказать какое-то заклинание. А это Левиафанус? Нет, подождите. Вингардиум. Вот знаток Гарри Поттера перед вами. Вингардиум Левиоса и вот это вот снять оттуда. Но, к сожалению, мы с вами не в мире Гарри Поттера. Поэтому сейчас мне придётся себя Вингардиум Левиосунуть наверх с помощью табуретки. Итак, на самой верхней полке у меня стоит большой Лего Хогвартс, который отсюда никогда не снимется примерно, потому что я не знаю, как мы его сюда вообще смогли поставить. Также здесь у меня стоит Хогвартс Экспресс, который называется Хаксарт Визор Длип, потому что это китайское Лего. Ну и что вы мне сделаете? Ничего. И здесь поезд никогда не приедет на станцию, потому что станция стоит вообще в другой стороне. И это у нас с вами тоже Хазард Визор Дли, а платформа 7,59, извините, пожалуйста, а не 9,75. Сразу же давайте переместимся чуть-чуть пониже. И здесь у меня стоит три куклы от Mattel. Это та же самая фирма, которая делает Барби. У меня здесь мой любимый... Ой, головой его ударило. У него, к сожалению, нет палочки, она куда-то потерялась. Но она была. Но это было давно. Северус, кстати, очень классный. Мне кажется, это одна из самых удачных мотеловских кукол, потому что он максимально похож на Алана Рикмана. Прям очень хорошо получился. Кукла шарнирная, двигается как захотите. Я вот его поставила, просто поставила, но вообще-то он может вообще всякие там любые позы. Так, рядом с Северусом Снейпом у нас Палумна Лавгут. Палумна Лавгут, кстати, очень тоже приятная. Мне особенно нравится у неё аутфит. Его сделали прям как в пятой части. Палочка, как видите, у неё на месте. Палочка прям точной копии. У Северуса тоже была точная мини-копия, но вот, к сожалению, она потерялась. Здесь у меня стоит вот такая вот станция. Хогвартс Экспресс приехал. И Гарри Поттер, который на первый курс спешит в школу Хогвартс. Гарри Поттер, конечно, шарфик у него достаточно интересный, своеобразный, но в целом наряд у него очень классно проработан. Ботинки даже такие истоптанные, какие-то непонятные. У Гарри Поттера есть его чемоданчик. И тележка для чемоданчика с буклей. И это учебники по истории магии. Рядом с Северусом здесь у меня стоит две книги. Это у нас Гарри Поттер и Философский камень. И Гарри Поттер и Тайная комната. Это книги от Мина Лима. Они иллюстрированы внутри. Классные разворачивающиеся объекты. Я снимала с ними уже несколько коротких видео, поэтому, если захотите, вы сможете их легко найти на канале. Также здесь у меня маленький-маленький наборчик Лего с Флёр Делакур, Виктором Крамом, Седриком Дигари и Драконом вместе с Гарри Поттером. Это, как вы понимаете, момент из четвёртой части. А здесь куча мини-фанка, попа из адвент-календаря прошлогоднего. И букля здесь немножко приуныла. И Дамблдор тоже приуныл. Фигурок здесь 24 штуки. Открывали мы их в прошлом году. Стук постепенно, каждый день перед Новым Годом. Было очень классно и атмосферно. Больше всех из них мне нравится Хагрид, потому что это одна из самых крупных фигурок. И несмотря на то, что они такие маленькие, они всё равно очень круто детализированы. Вот здесь есть Джинни Уизли. Начнём мы с вами с этого угла, потому что здесь у меня стоят единственные фанка, которые без коробок. Почему они стоят без коробок? Я не знаю. Просто и почему конкретно эти фигурки стоят без коробок, тоже у меня ответа на этот вопрос нет. Просто так захотелось. Здесь Гарри Поттер, Волан-де-Морта, Ньют Саламандер, Гермиона с Рождественского Бала из 4 части, Сириус Блэк, Дамблдорф. Это у нас Джордж Уизли. Фреда нет, к сожалению, не могу найти вообще из этого пака Фреда. Это Дементор, Добби и Том Редо. Здесь мини-набор Лего квизичного поля. Есть тут какие-то непонятные персонажи, которых я вам не могу сказать вообще, кто это есть. Вон там Гарри Поттер, это Северус Снейп и Гермиона Грейнджер. На этом всё. Вот это посередине. Это картина с Драком Алфы. Она очень классная, 3D, включается в розетку, светится. Но, к сожалению, в данный момент она не светится. Сегодня она светиться не будет, но как-нибудь я вам обязательно покажу, как она светится. Очень красиво, когда свет полностью выключаешь, прям очень атмосферно. Там он и Хогвартс, и Поезд, и Слизерин, и сам профиль Драком Алфы. Дальше тоже некоторые из открытых фанкопоп. Это Хогвартс. И в этом году, кстати, выйдет ещё одна часть. Это фанкопоп, кстати. К нему вон Дамблдор идёт. Сейчас его покажу. В этом году выйдет ещё одна часть Хогвартса. Будет рядом она стоять вместе с МакГонагал. Точнее, она выйдет в этом году, но когда она доедет до нас, история умалчивает. Вот вместе с Хогвартсом был вот этот Дамблдор. Также у меня здесь стоит Рон Уизли на коне. Я очень люблю эту фигурку. Она не такая тяжёлая, как кажется на взгляд. Первый. Она очень лёгкая. И в своё время её было очень сложно достать, но совсем недавно был перевыпуск, и все могли её себе получить в коллекцию. Одна из самых красивых и детализированных фигурок, на мой взгляд. Здесь у меня стоят фигурки уже в коробках, и это одни из редких фигурок. Такие, как, например, Филч и Миссис Норрис с конвенцией 19-го года. Достаточно редкий профессор Квирл. Он вообще там, когда выходил в 18-м году, у него сзади есть Волан де Морт. На голове можете в шорте у меня посмотреть, как я эту фигурку распаковывала. Есть у меня Гарри Поттер, который в прошлом году вышел на метле с ключиком. Очень классная детализированная фигурка. Букля. Она не суперредкая, но из-за того, что она флакированная, то есть она такая вся мягкая, как вот эти вот маленькие фигурки, из-за этого к ней липнет пыль. А так как она белая, то хранить её без коробки вообще невозможно. Флёр де лакур 20-го года. Очень классная тоже фигурка. И моя любимая Белатриса Ла Стрэндж. Стрэндж считается сейчас достаточно редкой. В форме из аскобана она здесь. Перемещаемся на полочку пониже. Здесь у меня стоит собрание Гарри Поттера. Семь частей от Росмана. На самом деле это просто подделка. Пиратская копия. Это, в общем, не настоящий Росман. Я тоже снимала видео по этому поводу. Но он точно такой же, как и обычный Гарри Поттер. Просто я не миллионерша. И здесь восьмая часть Гарри Поттера. Это, по-моему, самое первое издание, которое только выходило у проклятого дитя. А также одна книжечка на английском языке от Булумсбери «Гарри Поттер и философский камень». А ну ещё забыла вам показать поваренную книгу Гарри Поттера, из которой я приготовила на данный момент примерно ноль рецептов. Здесь стоит карета Шармбатона. Здесь мадам Максим, Флёрда Лакур, её сестра, летающие кони и затесались основатели Хогвартса. Лего, хижина Хагрида вместе с клювокрылом и тыквами. Здесь у меня стоит три элемента диорамы. Это банка Грингоц и Гоблин, Джинни Уизли и Флориш и Блотс, и Гарри Поттер и магазин сов. Вот здесь запрятался автобус «Ночной рыцарь». Вместе с Гарри Поттером внутри он там на кровати спит. Здесь же Эрл, голова, о которой говорила «трогай Эрл». В общем, очень классный фиолетовый автобус. На полке смотрится, я считаю, очень приятно. Очень классная фигурка. Рона Уизли, которую мне подарил Аллен на день рождения в этом году. Супер детализированный, тяжёлый, невероятно красивый, скоростый. Я вообще в полном восторге от этой фигурки. Несколько шахматных фигур, которые были в первой части, они из журнала по шахматам с Гарри Поттером, который выходил когда-то примерно миллион лет назад, и до конца у них собрать не получилось, но на полке смотрится симпатично. И одна из самых главных ценностей моей коллекции — это книга Гарри Поттера «Мир волшебства. История легенды». Эта книга стоит примерно как почка. Она очень огромная, тяжёлая. Если захотите, может быть, когда-нибудь сниму отдельный обзор конкретно на эту книгу. И теперь смотрим с вами нижнюю полочку. Здесь у меня стоит лего «Нападение на нору». По-моему, так называется этот набор. Тут вот «Белатриса Лестрейндж», «Фенрир сивый» и «Гарри Поттер, Джинни и внутри нора». Очень классный набор. Здесь очень вот маленький наборчик. Это «Косой переулок». Фигурка Фанка — это дракон из банка «Грингутс» и Гарри, Рон и Гермиона, которые улетают. Букля, которая держит в лапках письмо. Здесь «Гарри Поттера». Ещё она может шевелить крылышками, но я бы не стала это делать. И здесь ещё лего большого зала Хогвартса. Здесь открываются двери. Можно Блада Дамблдора уронить, например. Можно посмотреть, что внутри находится. Множество там всяких деталей интересных. И также здесь есть квиррл, которому можно снять голову, точнее не голову, а тюрбан. У него с обратной стороны будет Волна-де-Морт. Здесь у меня также стоят фигурки Фанка в коробках. Мне больше нравится хранить их в коробках. Как только у меня будет под них больше места, я эти сверху уберу в коробки и вообще всё поставлю в коробках, потому что так и надёжнее, так как они могут сами как-то падать, повреждаться. В общем, здесь у меня Люцус Малфой из той же серии, что я Белатриса наверху. Он достаточно редкий. Сивилла Трилони, Римус Люпин, Гарри Поттер с пророчеством, Гарри Поттер из моей любимой части Третьей Узника с Кабана с картой мародёров, Паломна Лавгут в шапке льва, одна из самых детализированных фигурок. Я не знаю, почему она просто серийная, а не какая-то эксклюзивная. Гермиона Грейнджер, кошка, Грозный глаз Грюм, единственная моя Джинни Уизли, хотя мне бы хотелось ещё Джинни Уизли в квизичном наряде, Гарри Поттер в квизичном наряде со сничем, Драко Малфо, и на самом деле это единственная фигурка, которая мне нравится из Драко Малфоев, Гермиона Грейнджер из третьей части Узника с Кабана, Рон из первой, Гермиона тоже из первой, которая с пером горит Вингардиум Левиоса, Рон с коростой, и Ронна с ведром со слизнями. Очаровательная, кстати, мне так нравятся у него вокруг глаз эти красные пятна. Это странно звучит, но фигурка реально очень прикольная. Это была вся моя коллекция Гарри Поттера, я надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, пишите в комментариях, что из коллекции вам понравилось больше всего, а мы с вами увидимся уже совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока!